Привет всем! Продолжаю удовлетворять одних и раздражать других. Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что большинство людей, и это, к сожалению, одна из основных проблем современности, в частности, российской современности, они действуют исходя не из каких-то разумных решений, а исходя из эмоций. Эмоции двигают нами прежде всего, это, кстати, очень наглядно видно в интернетной среде, особенно в разряде комментариев, когда люди даже не удосуживаются перечитать то, что они пишут, тут же постят, нет, чтобы буквально на секунду притормозить и исправить даже не ошибки, а просто описки. У меня самого такое иногда случается, я стараюсь с этим бороться, но у меня, по крайней мере, есть какая-то определенная редакторская привычка перепроверять то, что ты написал. Это крайне полезно с точки зрения структурирования самого себя и отсюда все остальное, вплоть до тайм-менеджмента. Но суть, в общем-то, не в этом. Суть в том, что эмоции движут нами. Я прочитал тут практически уже до конца, тут осталась небольшая часть, вот эту книжку. Это воспоминания Терковой Уильямс, называется она «На путях к свободе». Эту книгу можно растащить на цитаты. Написала ее очень умная женщина, я вообще очень люблю женщину умных. Порекомендовал в свое время несколько раз и на экскурсиях у себя, и в блогах, и на канале Гоблина воспоминания Анны Федоровны Тютчевой. Буквально на последней лекции в Петербурге одна из моих экскурсанток выражала глубочайшее признание за то, что я эту книжку ей порекомендовал, потому что она получила колоссальное удовольствие и, самое главное, получила огромный запас информации. Вот той, которая именно Тютчева поведала в своей книге. И самое главное, очень интересны были ее суждения. И вот Теркова Уильямс, одна из ведущих деятельниц партии кадетов, о которой у нас еще зайдет речь, когда мы будем говорить про взаимоотношения интеллигенции и террористов, и про то, как, в общем-то, Дума не осуждала террор. И это была большая проблема, на самом деле, для всех. Вот Теркова Уильямс была одной из ключевой фигур и вообще одной из ярких представительниц либеральной интеллигенции. И потом, она уже спустя много лет написала эту книгу. В ней через строчку чувствуется, во-первых, я очень люблю это, такой не очень злой сарказм, самоирония. Самоирония — это крайне важно. Это сразу показатель вообще наличия мозгов у человека в голове. Я всегда привожу пример классический, как я с одним троллем пообщался, и это вызвало неописуемый восторг у аудитории. Он мне написал, а теперь вынь путинский член изо рта. На что я ему ответил, а он мне не мешает. И тут все, так сказать, скинули лапки и сказали, боже, как это круто. Вот на самом деле Теркова Уильямс, она действительно мастер слова, а самое главное, она мастер наблюдений и мастер суждений. Особенно тех, которые она нам поведала спустя много лет. Эта книга датируемая воспоминания 1952 годом. Она написала их в Нью-Йорке. Она, естественно, эмигрировала, потому что она большевистскую власть не приняла ни в какую. При этом она знала и Крупскую, при этом она знала и Ленина. Там про Ленина есть очень интересный пассаж, про то, как он ее провожал, еще будучи в Швейцарии, и глаза у него были злые. И он ей сказал, что таких, как вы, мы будем бешать. И это было в 1904 году, то есть даже еще до русской революции 1605 года. И она об этом пишет. Ну и Надень Гокрупская была ее гимназической подружкой и так далее. И буквально несколько цитаток я бы вам хотел отсюда выдать, потому что они крайне показательны. Что бы власть ни делала, все подвергалось огульной недоброжелательной критике. Левые готовы были бороться и страдать за народ, служить ему, но им в голову не приходило, что ради этого надо служить и российскому государству. Что любовь к народу обязывает любить и беречь наш общий дом российского державы. Это крайне интересный пассаж, потому что если ты хочешь быть рукопожатым, тебе нужно быть обязательно в оппозиции. Ну, как бы, если у тебя есть совесть, честь и прочее, ты никоим образом не должен соприкасаться с властью. С любой. Царской, советской, вот нынешней. То есть это как бы даже не оговаривается. Или вот, например, мысль, которая проходит красной нитью. Всякая тень бережного отношения к прошлому традициям вызывала в левом общественном мнении резкий отпор, портала репутацию того писателя или общественного деятеля, который в чем-нибудь отступил от левого катехизиса, проявил уважение к охранительным началам. Доровитые ораторы красноречиво доказывали, что в России нечего хранять, нечего беречь. Вот это тоже хочу обратить ваше внимание, потому что об этом мы сегодня и поговорим, на самом деле, про преемственность вот этого отношения сначала в СССР, а потом в России. И вот подводка к той мысли, которую я озвучил в самом начале. То, что накопилось в сердцах, было сильнее доводов и рассуждений. Как вот не вспомнить вот этот прекрасный плакат? Я уже где-то рассказывал про это. Ну, люди гораздо более молодые уже себя, таким иногда старпером чувствуют. Вот тут сделал пост про там-там, да, про 90-е, про то, как я там вступал, наблюдал визит Василястровского ОМОНа и так далее. Знаменитый альтернативный клуб петербургский. Так вот, плакат был с Ельциным «Выбирай сердце». Он стоял такой, прислонившись, я уж не помню, к дереву какому-то. Ну, в общем-то, вот и выбрали сердцем. С другой стороны, собственно, кто привел Путина-то? Тот самый Ельцин и привел. Видите, как все зависит, с какого ракурса смотреть. Вина за русскую катастрофу падает не на народные низы, а на верхи, на всех образованных русских людей, как тех, кто был в оппозиции, так и тех, в чьих руках была власть. Вот в этом ценность Таркова Уильямс, которая понимает, что на самом деле не было там сугубо правых и сугубо виноватых. Обе партии были хороши. Под партиями я имею в виду стороны противоборствующие. У всех было рыльце в пуху. Власть не хотела слушать оппозицию, оппозиция не хотела слушать власть. Ну и перелистывая. Я еще раз говорю, я не буду тут все зачитывать, потому что это бесконечно. Тут масса всего полезного. Ну и в итоге мы приходим к следующей, самой главной мысли. Нами руководили не мысли, продуманные и ответственные, а эмоции, сливавшиеся в один общий клич. Долой самодержавие. Это становилось паролем, он передавался из уст в уста. Ну, то есть сто лет назад, больше, чем сто лет назад, некая женщина точно так же отметила, что людьми руководили не мысли, людьми руководили эмоции. То есть это такая абсолютно нормальная преемственность человеческой натуры. Сначала сделай, а потом подумай. Не сначала подумай, а потом сделай. А сначала сделай, а потом подумай. Что же сделала советская власть, когда она пришла к власти? Извините за тавтологию. Ну, помимо самых главных вещей, про которые вы все знаете, это вот все эти главные декреты и так далее, я-то всегда педалирую свою тему, да, медийную. Власть начала тотальный пиар. Очень грамотный, надо сказать. И вот М.А. Бончбриевич, именем которого назван университет, а тогда еще институт, который я окончил, и о котором я буду рассказывать вот в ближайшую экскурсию в Нижнем Новгороде, потому что там на Верхневолжской есть здание, где он, собственно, творил свои эти лампы. И Шухов, о котором я уже рассказывал неоднократно на экскурсиях, в Москве мечтал построить, собственно, вот эта башня, да, на Шаболовке. Она должна была быть изначально выше Эйфелевой. Вот это все, ну, Бончбриевич, это радио, Шухов, это тоже радио, а радио, это в то время, это вам все. Это интернет, телевидение, мобильная связь в одном флаконе. То есть в государстве, в новоявленной Советской Республике, где полный раздрая денег нет, материалов нет, почему, собственно, и башня-то была построена ниже, железа тупо не хватило, нормального я имею в виду. Но было крайне важно наладить опобещение граждан правильной информации. Было крайне важно запустить вот эту кампанию под названием «Монументальная ленинская пропаганда». Это все, вот, я когда-нибудь сделаю обязательно лекцию на эту тему, но мне не подсобрать материалы, там надо сесть просто позаниматься этим вопросом, да. Издавали специальные книжки, оставились памятники там из гипса, из дерева на Милской площади стоял памятник Перовской, на Дворцовой площади стоял памятник Урицкому. То есть, сейчас это сложно поверить, но это было так. И реликты этих вещей мы можем наблюдать, например, на пассаже Петровки, да, там, соответственно, барельеф Манизера, такой рабочий накачанный качок такой, да, и там, соответственно, молот и серп отдельно изображены. Ну и так далее. И параллельно с этим сносились все, все памятники не только царям, но и их поганым слугам. Особенно удивительно в этом плане, например, история со сносом памятника Скобелева на Тверской площади, который был, ну, всеми почитаемый генерал, уважаемая личность. Тоже не очень простая, но как бы об этом сейчас не будем говорить, но тем не менее. Вот я тут недавно записал серию роликов, возможно, я их выложу скоро на канале. Не я придумал этот проект, он будет называться Нижний с перцем, такое скромное название. И я там, среди прочего, рассказываю как раз про памятник Минину. Ну, Минин для Нижнего Новгорода, это как, я не знаю, Петр Первый для Петербурга, наше все. И я говорю там о том, что в 20-х годах никакому Минину, никакого памятника поставить не могли в принципе. Почему? Потому что было выкинуто все. Были выкинуты изначально даже устаканившиеся семейные отношения. Была выкинута вся атрибутика из армии, ну, там, погоны и прочее. Были выкинуты устоявшиеся традиции, как, например, ну, рождественская елка и так далее и тому подобное. Естественно, новый гимн, новое все, причем гимн интернационала ведь был изначально. Поэтому Минин совершенно не вписывался, почему? Потому что он был мясник, он был купец, но самое главное, он был мясник. Ну и что, что мясник, спросите вы? Да потому что мясники, они ассоциировались прежде всего как раз-таки вот с этим черносотенным быдлом, которое Сергей Ильич Витте назвал, ту политику, которую они проповедовали, он называл политикой гостиного ряда. Именно мясники охотнорядские с удовольствием присоединялись к полиции и мочили скубентов во время их всевозможных беспорядков. Самое знаменитое произошло во время, так называемого, Дрезденского побоища на той самой Тверской площади, где стоял памятник. Господи, только что мной упомянутый Скобелева, там была гостиница Дрезден раньше. Если смотреть на дом губернатора, то слева она располагалась. Поэтому мясник это было имя почти что нарицательное. Мы говорим мясник, а подразумеваем черносотенцы. Естественно, а уж по жарскому-то, тем более он князь. Ну, какой в баню князь. Всех убрали, всех из вот этого пантеона новых героев. Включая Суворова, Кутузова, вот всех их убрали. Народились новые иконы. Дантоны, Марксы, Энгельсы, ну и в общем-то все остальные. Что произошло дальше? А дальше сначала Сталин пришел к власти. Сделал резкий поворот, прежде всего, в архитектуре. Вместо конструктивизма и функционализма пришел на смену сталинский ампир. Вот опять-таки в Нижнем Новгороде, на верхней Волжской набережной, есть два дома, построенных братьями Весниными. Они оба, один для купца Сироткина Дмитрия Васильевича, а другой, соответственно, для пароходного общества, которым он заведовал. Они оба эти дома в стиле неоклассицизм или ретроспективизм. Дореволюционные. Это очередной виток возвращения классицизма. Но в Москве, когда Веснины творили, они творили исключительно стили функционализма и конструктивизма. Потому что, в первую очередь, выносилась на поверхность функция и конструкция. Отсюда название стилей. Но, как я неоднократно рассказывал, пришел архитектор Желтовский, который до революции строил в стиле древнеримском. Так и после революции он продолжал застроить. И он на Махау улице построил дом, который как раз-таки один из братьев Весниных назвал гвоздем в гроб конструктивизма, который нужно выдрать. Но выдрать ему этого не удалось. А затем Сталин, показав, что мы возвращаемся к традициям прошлого, на примере так называемого сталинского ампира, все вот эти высотки сталинские и вся остальная архитектура этого времени. Ну что, в 43-м году произошло? Вы прекрасно знаете. Погоны вернулись на свое место. До этого еще елка новогодняя вернулась. Ну, считается, что самая первая елка была проведена в Доме Благородного Собрания на углу Большонекитской театрального проезда. Дом профсоюзов, как он тогда назывался. Или в народе Дом Благородных Союзов. Потому что Дом Профсоюзов, Дом Благородного Собрания. Церковь русская православная вдруг опять почувствовала облегчение. У меня будет выпуск в серии РЧВ, где на обложке «Тайм Патриарх» советский. Если можно так сказать. Ну, а затем вообще приедьте на станцию метро Комсомольская Гольцевая. Всегда всем рекомендую. И посмотрите на самый верх. Там вот вся эта плеяда. Александр Невский со спасом. Минин и Пожарский. То есть, вот буквально несколько десятилетий назад это были, ну, враги. Это были абсолютные ироды. Память о них нужно было стереть. А сейчас, вот, пожалуйста, они здесь. То есть, и все Суворовы, и Кутузовы, они все, собственно, вернулись на свои места. И даже ордена, и даже звания, и все такое прочее, и тому подобное. То есть, тут вдруг выяснилось, что не все, не все в царской России было плохо. Невозможно просто так взять и отрубить традиции. Невозможно так взять и выкинуть собственное прошлое, каким бы оно ни было. Потому что это прошлое идет непрерывно чередой. И вот оно подходит непосредственно к этому моменту. И когда вам нужно воодушевлять людей на что-то, вам нужны определенные образы, ролевые модели, на которых они должны равняться. А где их взять? Ну, кто это может быть? Дебенко, да, или там Дантон? Нет, это, пожалуйста, Минин Пожарский. Это Кутузов, это Суворов. Это князь Александр Невский, святой, кстати, хочу заметить. И так далее. И в дальнейшем в Советском Союзе, ну, произошла такая, как это во Франции называется, меланж. Да, то есть смесь, да, советской идеологии с идеологией царского режима. Только это никем не озвучивалось, и никто об этом не задумывался. Но это был факт. Далее произошло понятно, что Красная Империя развалилась. Постоянные мои зрители знают, что я не являюсь вот таким, знаете, человеком, который топит за СССР. Я никогда бы в жизни не согласился туда вернуться. Ну, потому что вот все, что я делаю, там было просто невозможно. И чтобы вот продемонстрировать на самом деле мою самую главную претензию к Советскому Союзу, опять-таки она в медийной сфере, она заключается в том, что если мы представим всех культовых персонажей, там 70-х, 80-х, ну я не знаю там, кого, Дэвида Боуи, группу Лед Зеппелин, там, группу Киз, все этих панков и постпанков, ну и не только вообще штаты, там, Англию возьмем, там, Дипешмод те же самые, и так далее, Баухаус, то, да ну миллион этих названий, вы же все прекрасно знаете, то представьте вот их всех в Советском Союзе. Ну, их в лучшем случае просто на комсомольском собрании расчехвостили бы, а в худшем случае ими бы занялось, понятно, какое ведомство, ну и, собственно, чемодан, вокзал вот туда. Какой-нибудь волосатик в лосинках ляпердовых, да, скачущий на сцене с гитарой в Советском Союзе был невозможен. И я думаю, что это понимают все, ну, я надеюсь, что это понимают все, и даже Дмитрий Юрьевич Пучков прекрасный, который ему нравится, ему нравится и Ози Осборн, ему нравится и Лед Зеппелин, что, ну, как бы, куда? И из-за того, что мы находились за железным занавесом, сейчас мы находимся в тотальном проигрыше в медийной войне, потому что пока мы тут творили свое доброе, вечное и прочее, снимая хорошие фильмы в ужасном техническом исполнении абсолютно, но добрые, снимая прекрасные мультфильмы, там, собственно, происходила культивация человеческой инициативы. То есть там вот тебе нравится так козликом скакать, скачи так козликом, тебе нравятся такие фильмы, снимай так. И народилась машина под названием Голливуд, которую мы уже не перешибем, ну, никак. Я не припомню и никогда не узнаю, на самом деле, в будущем такого случая, я думаю, чтобы американские зрители выстраивались в очередь, чтобы посмотреть какой-нибудь российский фильм. Зато я знаю, какие сборы иногда делают голливудские картины, включая те, где используется образ поганых русских. И вот это, на мой взгляд, самый главный проигрыш Советского Союза. Это проигрыш на медийном поле. И мы уже никогда, никогда не победим. Попытки предпринимаются, там, РТ, спутник, все такое, но это все капля в море, как вы понимаете. И вот эти все разговоры, ой, надо теперь вот к этому ролику, Павел, приделать субтитры английские, пусть там посмотрят. Или покажите это американцам. Да ну, это говорят и пишут люди, которые, а, не понимают ничего в этой жизни, б, не понимают, ну, как устроены вообще медиа и интернет в том числе. Я вот сейчас нахожусь в интернет-агентстве, и я могу сказать, что вы никогда не пробьетесь к американскому зрителю через интернет. Если только вам как-то дико не повезет, если какой-нибудь там вдруг какой-то топовый блогер не разместит один раз ваше видео, это вот кейс с группой Little Big, да, через Францию. Они вдруг пролезли в Европу, и на сегодняшний день это, по-моему, чуть ли не единственный отечественный коллектив, который делает, ну, не стадионы, конечно, они собирают, но полные залы в клубах, они реально собирают. Во всех остальных случаях это бесполезно. Поэтому Советский Союз развалился совершенно закономерно, на самом деле, потому что вещь в себе, она долго не протянет. Когда ты находишься в определенной экосистеме, где, ну, собственно, преобладают другие модели поведения, и они, собственно, победили сейчас. Как бы кому... Я знаю заранее, что там напишут в комментариях все вот эти вот, которые там вот развалили СССР и так далее. Особенно в том случае, когда они пишут это в системе YouTube американской, с какого-нибудь лэптопчика, ну, в лучшем случае корейского, а то, может быть, даже мака американского. Ну, и, в общем-то, так далее, сидя на кресле не совсем отечественного производства. Ну, об этом я уже говорил миллион раз. Тем не менее, тем не менее, несмотря на все на это, я категорически против отрицания, полного отрицания советского прошлого. Потому что оно состояло не только из каких-то тупорылых чиновников, которые третировали, там, я не знаю, Гребенщикова, и спрашивали, о чем ваши песни, Борис? Что мы сейчас имеем? Сейчас у нас происходит очередной виток. Сейчас нам пытаются объяснить, что вот все советские герои, они, ну, не все, но большинство, по крайней мере, да, они были плохими. Они были плохими, и как-то это происходит очень выборочно. Ну, например, вот Дзержинский. Снесли ему памятник на Лубянке. Окей, хорошо. А почему не снесли в Ленинграде тогдашнем, в нынешнем Петербурге? Стоит себе бодренько на шпалерной. И это не бюстик. Нет, это памятник в полный рост. Ну, практически такого же размера, как стоял на Лубянке. В двух шагах от Смольного. Что это за выборочная такая идеология? Или вот Яков Свердлов. Еще гораздо менее симпатичная фигура, если честно говорить, чем Феликс Игнудович. Тоже стоял памятник, в 70-х годах построенный. Прям такие возле Кремлевской стены. Ну, почти напротив Большого театра. Снесли. В Нижнем Новгороде я как-то не ощущаю наезда на Якова Свердлова. Потому что это вторая культовая персона после Горького для Нижнего Новгорода. Ну, а про народовольцев я уже говорил. Переименовали в Петербурге. Большую, малую конюшену вернули название. Перовская, Желябово. До свидания. Тем не менее, если мы проедемся по России, ну, вот я приводил пример в Скословодском. Улицы Перовского и Желябово живее всех живых. Ну, а дальше больше все эти, как бы, монархически настроенные и прочие вещи. Самое главное, из-за чего, собственно, я и записываю этот выпуск сейчас. Вот эта буча вокруг Мурманского аэропорта. Которого хотят назвать именем Николая Второго. Вместо того, чтобы назвать именем какого-нибудь, ну, одного из достойных советских деятелей. Например, Полярника. Где Николай Второй и где Мурманск? Ну, я еще могу понять хотя бы, логически, если бы вот в Москве, знаете, аэропорты нарождаются как грибы. То есть, их там было три, теперь уже четыре. В других местах там заводы закрываются, а в Москве вот аэропорт еще один. Ну, я там хотя бы понял, если бы аэропорт там нас назвали бы, попытались бы назвать Николаем Вторым. Или вот в Петербурге, да, если бы вдруг появился второй аэропорт, я бы тоже это понял. Ну, Мурманск-то здесь, при чем? Объясните мне, пожалуйста. Но самое главное не это. Самое главное то, что Россия, когда она начинает отвергать вот эти образы прошлого, она ничем не отличается в данном случае от поведения советской власти в самом начале. Мы помним, что было, только что я вам рассказал. Мы отвергали практически все, а потом как-то вдруг неожиданно это все начало возвращаться на круги свои. Конечно же, некоторые люди мне скажут, как вы можете сравнивать какого-нибудь там, значит, Николая Второго и, не знаю, там, Держинского или еще так далее. Возвращаемся к началу нашей беседы. Большинство людей рассуждают эмоционально, а не рационально. И это многим не понравится. Я вам хочу сказать, что это разговоры из серии, что клуб «Спартак» офигенный, а клуб «Локомотив» говно. А на самом деле это два футбольных клуба. И если убрать все эмоции и так далее, и посмотреть на вещи здраво, то мы увидим, что есть определенные персоналии, которые что-то сделали для государства. Просто один сделал больше хорошего, другой сделал больше плохого. Персона Николая Второго никак не заслуживает увековечивания. Я бы уж в конце концов педалировал бы персону его деда Александра Второго, который как минимум отменил крепостное право и действительно стал мучеником, потому что его убили террористы. Причем, кстати, тоже, надо сказать, не последние там злыдни и прочие. То есть изучая их биографию, ну как-то у меня не складывается впечатление, что это были, знаете, такие вот циничные изверги. Николая же Второго выносит сейчас на поверхность просто опять-таки потому, что кому-то нужна ролевая модель. Вот кто-то вдруг переконвертировался, ну как, например, упомянутый однажды мой Степашин, преподавал, так сказать, всеволожные коммунистические теории и идеи в 80-х годах в определенном ВУЗе, а теперь он, так сказать, возглавляет императорское палестинское общество. Бывает такое. Все эти доски Монаргима, все эти новые праздники, причем я абсолютно уверен, на самом деле, что когда они решали, чем заменить 7 ноября, они 4 ноября выбрали не только потому, что, ну это как-то концептуально в их мозгу, так сказать, оформлено, но и потому, что это даты близкие, чтобы хоть как-то, хоть как-то народ, ну, привык. И поскольку у меня уже был отдельный выпуск про сравнение французской и российской революции и про то, как относятся французы, которые празднуют до сих пор День взятия Бастилии, и при этом у них стоят памятники всем этим Людовикам, Генрихам и так далее, и ничего как-то не плачет об этом. Ну или вот опять-таки текст Марселеза, да, посмотрите, о чем он, а это национальный гимн Франции. У нас вот сейчас опять пытаются наступить на те же грабли, точнее уже наступили и будут продолжать наступать, я абсолютно уверен. Но я не исключаю такого варианта, более того, я в этом абсолютно уверен, потому что я наблюдаю это уже сейчас, что пройдет определенное время, и все вот эти клятые, проклятые большевики, которых там клеймят и, значит, пытаются с позорным клеймом на лбу окунуть в реку небытия, они на самом деле вернутся, когда выяснится, что оказывается, оказывается, не все в Советском Союзе было плохо, не все то, что сделала советская система, было отвратительно. И вот подводя к финальной мысли, я ее озвучу здесь, потому что я ее поставлю ребром в выпуске на канале, опять-таки, Гоблина, когда мы будем говорить про покушение, а может быть даже и убийство Петра Аркадьевича Столыпина. Вот возьмем Столыпина и Сталина, да? Вот Столыпин, он кто? Он герой или он злый день? Сталин, он герой или злый день? Ибо, если мы посмотрим на то, как воспринимали Столыпина в то время, то мы увидим, что большинство людей, вот, по крайней мере, цвет нации, да, либеральной интеллигенции, воспринимало его исключительно как кровавого диктатора. Ну, потому что Столыпинский галстук, потому что военно-полевые суды, потому что огромное, по тем временам, огромное количество невинных жертв, которые во время этих военно-полевых судов погибли, да, при сталинских репрессиях погибло гораздо больше и гораздо больше невинных людей. Но мы, так сказать, в каком будем разрезе судить? В количественном или в качественном? То есть можно, в принципе, украсть, ну, я не знаю, там, телевизор из квартиры, а можно украсть, я не знаю, там, состав с углем угнать. Но суть-то от этого, наверное, не меняется. И то, кем является Петр Аркадьевич Столыпин или Иосиф Саверенович Сталин, зависит на самом деле не от того, что они, по большому счету, сделали в своей жизни, потому что сделали они, по большому счету, в общем-то, вещи одинаковые. Они казнили невинных людей по собственной инициативе. А зависит это исключительно от предпочтений. А предпочтения рождаются откуда? Из эмоций. Ну, отнюдь не из разума. Поэтому крайне сложно, крайне сложно пытаться рассуждать на такие вещи, особенно табуированные, типа там, блокады Ленинграда, да, рассуждать, ну вот, вне эмоционального фона. Однако, я хочу внести свою маленькую скромную лепту в процессы, происходящие сейчас в нашем царстве и государстве, и оставить в описании под этим выпуском ссылку на голосование. На голосование вот по поводу этого самого Мурманского аэропорта. Я, знаете, я даже не буду вас ни к чему призывать. Ну, просто я вот высказал там свое мнение, а вы можете высказать свое мнение, пойти по этой ссылке и проголосовав. Но, к чему единственное я вас хочу призвать, чтобы вы проголосовали, чтобы вы проголосовали, попробовав выключить собственные эмоции, рассудив здраво. Вот пойдите и проголосуйте. Не знаю, сыграет ли это какую-то роль, надеюсь. Но, тем не менее, что могу, то сделаю. А в конце, по традиции, я хочу сказать, что буквально в ближайшее время у меня будет в субботу экскурсия в Нижнем Новгороде, в воскресенье экскурсия будет в Москве. Я очень соскучился. Я что-то как-то, даже несмотря на холода, народ все равно набирается. Люди готовы ходить, и это радует на самом деле. Ну, возможно, потому что, опять-таки, я пытаюсь как-то рассказывать свои вещи, может быть, более здраво. И у меня такая дилемма на самом деле, потому что 1-го числа будет фестиваль сфоровой истории в Москве, где я участвую вместе с Егором Яковлевым. Это его затея, но он как бы вот прям очень настоятельно, так сказать, просит меня в этом всем поучаствовать. Я с удовольствием это делаю. Тем более, что это все выгорает в определенный вообще глобальный проект, который, я надеюсь, мы с ним вместе будем реализовать в следующем году. А вот 2-го числа, 2-го числа, там уже будет мороз. Но дело в том, что у меня 1-го числа день рождения. И вы знаете, что я вот сейчас вот просто скажу, что 2-го числа, в принципе, я готов, на самом деле, в Москве провести действительно еще один пеший тур. Возможно, даже в районе Минской площади. Рассказать вам там про баррикады, про вот этот, про белорусский вокзал и так далее, и тому подобное. И про то, что там вообще творилось. Вот если вы готовы в мороз прийти, ну, я, собственно, проведу там экскурсию. Если не готовы, то не проведу. Вот такой демократический финал моей беседы. В одно рыло. Ссылки на все то, что я вам указал, есть вот там вот. Да, кстати, еще. В конце марта набираю еще одну группу в Париж. Если интересно, тоже пишите. Адрес электронный указан там, либо в ВКонтакте меня найдете. На этом все. Комментарии под выпуском. Увидимся онлайн и оффлайн. Пока.